Думаешь ли ты, что действие Израиля неправильно? Это факт, что то, что делает Израиль неправильно. Мне не нужно об этом думать. Это факт. Считаешь ли ты, что убивать невинных мирных жителей неправильно? Да. Хорошо. Тогда ты считаешь, что то, что делает Израиль неправильно? Мой друг, я живу с посттравматическим стрессовым синдромом. Я постоянно принимаю лекарства. Я принимаю кланокс, я принимаю алазлопин и сероталин и так далее. Хорошо. Так что, поверь мне, я много видел плохого. Я здесь не для того, чтобы убыть тебе врагом. Если ты называешь себя сионистом и говоришь, что хочешь решение с двумя государствами, ты используешь неправильный термин. Хорошо. Потому что сионисты хотят завладеть всей землей Палестины. Это определение сионизма. Должен ли я иметь камеру? Да, у тебя должна быть камера. Разве ты не гордый сионист? Да, я горжусь. Да, держи камеру включённой. Я хотел спросить тебя, думаешь ли ты, что действие Израиля неправильное? Это факт, что то, что делает Израиль неправильно. Мне не нужно об этом думать. Это факт. Позволь мне задать тебе вопрос. Давай с уважением. Подожди. То, что сделал Хамас, было ли это неправильным? Могу я задать тебе вопрос? Хорошо. Сейчас я буду говорить. Считаешь ли ты, что убивать невинных мирных жителей неправильно? Да. Хорошо. Тогда ты считаешь, что то, что делает Израиль неправильно? Ты спросил о Хамасе. Если бы Хамас убил ни в чём не повинных мирных жителей, и они не имели никакого отношения к боевым действиям, особенно женщины и дети, это неправильно с исламской точки зрения. Абсолютно на сто процентов. Я последователен. Мы следуем своей религии, своему учению. Мы не будем защищать кого-то, кто делает что-то неправильно, и делать вид, что он не делает ничего плохого. Но вот что ты упускаешь. Это то, что ты упускаешь. Дело в том, что Хамаса не существовало в 1948 году, когда сионистов было несколько сотен тысяч. Я об этом хорошо знаю. Извини, что перебил тебя. Но Израиль хотел, чтобы и Западный берег, и их сектор Газа не были вместе. И они заплатили Хамасу. Я слышал что-то подобное. Хорошо. Независимо от того, платили они Хамасу или нет, я не собираюсь сделать утверждение, которое я не могу доказать. Моя точка зрения очень проста. Смотри, в те времена, когда не существовало Хамаса, в 1948 году сионисты убили тысячи людей. Они вытеснили сотни тысяч людей. Они делали все эти разные преступления с Хамасом или без Хамаса. Так что любой, кто думает, что это связано с Хамасом, определенно ничего не знает об истории. И дело в том, что даже он, который в любом случае является группой лжецов, даже он, который, как и Запад, делает вид, что они следуют моральным принципам, сами признают, что то, что делает Израиль неправильно. Они признаются. Они расскажут вам всю эту статистику, что в Палестине в 1917 году количество евреев резко подскочилось с 10%, и в 1948 году стало более 33 или 35%. И люди прибывали на кораблях из Европы, чтобы захватить чужую землю и основать незаконные поселения. ООН сами скажут вам, что они сделали незаконные поселения. И ООН сами скажут вам, что они убивают журналистов. И ООН сами скажут вам, что Цахал убивает невинных мирных жителей. И ООН сами скажут вам, что они бомбят мирных жителей без разбора. И ООН сами скажут вам, что на западном берегу нет Хамаса, но они всё равно продолжают убивать. Хорошо. Но скажи мне, почему твои братья и сёстры мусульмане не помогают? Южная Африка сделала то же самое, но я не видел, чтобы одна мусульманская страна сделала то же самое. Да. Когда ты говоришь «братья и сёстры», есть гражданское население и правительство, верно? Я не руковожу правительством. Да, секунду. Я не руковожу правительством. И большинство мусульман, они не управляют правительством. И многие мусульмане живут под определённым руководством, с которым они не обязательно согласны. Если ты думаешь... Позволь мне сказать тебе одну вещь. Если ты думаешь, что страны Ближнего Востока не находятся под влиянием сианинских лидеров, включая США, тогда ты крупно ошибаешься. Есть много стран, на которые ты можешь посмотреть и подумать, что у них и есть собственная независимая политика. Однако это не так. Мой друг, я живу с посттравматическим стрессовым синдромом. Я постоянно принимаю лекарства. Я принимаю кланокси, я принимаю аллозлопин и сероталин и так далее. Хорошо. Так что поверь мне, я много видел плохого. Я здесь не для того, чтобы быть тебе врагом. На самом деле, мне очень нравится твой канал. Хорошо. Но да, я не буду врать, я сионист. Можешь ли ты определить, что такое сионизм? Для меня это Израиль должен быть свободным. Свободным от чего? Решение с двумя государствами. 50% для Палестине и 50% для Израиля. Ладно, но это не определение сионизма. Хорошо. Ни один сионист не хочет решения с двумя государствами. Если ты называешь себя сионистом и говоришь, что хочешь решения с двумя государствами, ты используешь неправильный термин. Хорошо. Потому что сионисты хотят завладеть всей землей Палестины. Это определение сионизма. Вот как. Они хотят иметь собственное государство на земле Палестины. Они хотят вытеснить и удалить каждого Палестинца, и ни одного не оставить на этой земле. Но не только эта земля. Потому что они перемещались. Но они хотят всю Ханаанскую землю. Это не просто земли Палестины. Но они начали с Палестины. Далее они хотят продвигаться в Египет, Сирию и Орданию. И все это шаг за шагом. Исходя из того, что они считают Ханаанской землей. Так что ты не сионист, если ты думаешь о решении с двумя государствами. Это во-первых. Во-вторых, ты не можешь утверждать, что хочешь, чтобы Израиль был свободным. Когда у израильтян буквально есть армия, танки, десятки тысяч военно-морских сил, корабли, истребители и самолеты. У палестинцев же нет ничего. Так от чего ты хочешь, чтобы они были свободными? Если ты спросишь меня, то я скажу, что не евреи контролируют Израиль. Это Европа и США. Нет, ты совершенно ошибаешься. Я не думаю, что ты знаешь, о чем ты говоришь. Потому что если ты, например, проверишь АйПАК, политическую партию, которая в буквальном смысле управляет Америкой, и имеет самое большое лобби в Америке, то вся она сионистская. Финансируется и контролируется сионистами. Это написано прямо на их веб-сайте. Ты можешь просто погуглить это. Я не рассказываю тебе какую-то великую тайну. Буквально любой, кто погуглит и проверит, он может убедиться в этом. Нет-нет, я верю тебе. Честно говоря, американцы – это те, кого контролируют. Но дело в том, что ты не можешь назвать себя сионистом, как я уже сказал, и говорит, что хочет, чтобы Израиль был свободным, когда их никто не держит в тюрьме. Это они держат 2 миллиона человек в Газе в тюрьме под открытым небом, где у них нет ни еды, ни воды, ни электричества, ни интернета, или чего-либо еще, и их убивают. Но почему Саудовская Аравия не помогает людям в Газе, отправляя деньги, еду и воду, что им мешает? Отличный вопрос. Я бы сказал, что не только Саудовская Аравия. Потому что я был в Саудовской Аравии, и я въехал с израильским паспортом. Хорошо. У меня не было проблем с въездом в Саудовскую Аравию, но мусульмане могут делать то же самое. Точно так же, как у всех евреев, приехавших в Палестину в прошлом, не было проблем с въездом в Палестину, потому что палестинцы в то время открыли перед ними двери. Открыли для них свои дома. Я знаю, что они помогли. А затем, в конечном итоге, они выгнали этих палестинцев из их собственных домов. Итак, дело вот в чем. Когда ты говоришь, почему та или иная мусульманская сторона не помогает, моя точка зрения заключается в следующем. Выделять конкретную сторону непоследовательно. Я считаю, что каждая мусульманская сторона несет ответственность за это. Потому что если одна сторона не предпримет никаких действий, но если... Подожди, подожди. Затем ответственность переходит к другой мусульманской стороне. Если эта другая сторона не действует, она перемещается в другую сторону. Так что я полностью согласен с тобой. Почему они не действуют? Я полностью согласен с тобой. Я еще в большем смятении, чем ты. Как ты думаешь, почему они не действуют? Или они что-то делают? Я ответил тебе ранее. Я сказал, что полагать, что правительство в мусульманских странах имеет какую-то независимость и не находится под влиянием сионистов, это наивно. Именно об этом я говорил. Я считаю, что очень трудно, если вообще невозможно, стать президентом мусульманской стороны, не получив одобрения определенных лиц. Позволь мне изложить это тебе. Никто не может быть просто мусульманским лидером в мусульманской стороне без одобрения, цитирую без кавычек, определенных лиц. Это в общем. Почему? Потому что сионисты очень хорошо знают, что если будут хорошие лидеры или праведные лидеры, и если мусульмане объединятся вокруг них, то они не будут в безопасности. Они не будут в безопасности. Как они будут чувствовать себя в безопасности, если вокруг них все эти страны? Я был в Газе с военными и своими братьями по оружию. И мы вывозили семьи посреди ночи и фотографировали детей и родителей. Так что я не вру. И тогда я начал задаваться вопросом о сионизме. Это национальная вещь, и к иудаизму это не имеет никакого отношения. У тебя есть еврейская семья? У тебя есть там люди? Ты это говоришь? Половина на половину? Да, половина на половину. Ладно, смотри, вот в чем дело. Я думаю, что многие евреи назвали себя сионистами только потому, что другие люди называют их сионистами. Они не проводят собственные исследования и не проверяют, что на самом деле происходит. Не смотрят, какие массовые убийства происходят. Ты сам сказал, что поехал в Газу и увидел все это. Вот почему это изменило тебя. И это заставило тебя усомниться в том, что тебе рассказывали в Израиле. Брат, поверь мне, я много раз плакал, потому что я видел детей, как они были напуганы. Мы врывались к ним в дома с тяжелым оружием. Ты был в армии? Когда ты служил в израильской армии? Да, я служил в израильской армии. Хорошо. И мы фотографировали их и искали оружие. А иногда мы приводили в дом собак, и дети очень пугались. Так что я не чувствовал себя хорошо из-за этого. Я надеюсь, что Бог простит меня. Это была моя работа. Я отслужил пять лет. Я прошел годичное обучение. И я начал служить в Сахал. Но вот в чем дело. И вот чего я не понимаю. Ортодоксальные евреи и вы, мусульмане, очень близки в своих верованиях. А война все равно идет. Так что я не виню ортодоксальных евреев. Я виню других людей, европейцев. Хорошо. Я не буду тебе врать. Раньше, пять-шесть лет назад, я ненавидел арабов. Я ненавидел не только арабов, но также эмигрантов. Я был как фашист. Но разве ты не согласен, что именно этому так или иначе учат в Израиле? Что арабов следует ненавидеть? Вас ведь этому учили? Да, я не буду лгать тебе. Когда рождаются наши дети, мы говорим им, кеми будут арабы для нас. Они будут нашими рабами. Хорошо. Да, так и есть. Послушай, по крайней мере, ты честен. Ты говоришь об этих вещах. Я не буду тебе лгать. Я верю в единого Бога. И я начал читать об исламе и иудаизме. Я скажу тебе одну вещь. Хотя, я скажу тебе две вещи. Во-первых, где ты служил? В какой части? В Газе? Ты ездил в Газе в этом конфликте или раньше? Нет-нет, раньше. Три года назад. Три года назад. Хорошо. Видишь, потому что многие люди думают, что все началось 7 октября. Они не знают, что все эти вещи происходили годами и годами и годами. Нет, прошло 75 лет. Да. Итак, слушай, вот что я скажу тебе. Послушай, многие люди могут испытывать к тебе ненависть и говорить тебе определенные вещи. Из-за того, что ты сказал, вы делали определенные вещи и то, что происходило с детьми и тому подобное. Но в этом разница между нами людьми, действующими эмоционально, и Аллахом, милостивым, прощающим Создателем. Пророк, алейхи салату вассалям, рассказал нам о человеке, который убил 99 человек. И этот человек, он пошел к монаху и спросил его, «Есть ли мне прощения?» И монах сказал ему, «Нет». И тогда он убил монаха. Затем он пошел к человеку знания и спросил его, «Есть ли для меня прощения?» И человек знания сказал ему, «Кто может закрыть для тебя дверь покаяния?» Никто не может помешать Богу простить человека. Это и привлекло меня в ислам. Потому что в Библии мы убиваем детей, женщин, животных и все это. Да, я знаю, я читал Библию. Например, Первая книга Царств, глава 15, стих 3. Или то, что делал Еремея. Убивал детей, забирал землю, хананеев и так далее. Я знаю, я понимаю. И они говорили вам эти вещи, они учат вас этим вещам. И они говорят вам, что это правильно. Что вы избраны Богом народ, и что вы поступаете правильно. Но в глубине души, как у человека, у тебя есть сознание. Ты начинаешь чувствовать. Ты понимаешь, что это неправильно. Когда ты смотришь на ребенка, ты все еще человек. Честно говоря, на меня очень сильно повлияло наблюдать, как дети трясутся от страха. А мы с собаками стоим у них в доме, и собаки лают. А некоторые мои сослуживцы говорили по-арабски жителям, «Станьте у стены, мы будем вас фотографировать». И шутили, типа, «Не бойтесь, мы не убьем вас». Так что я не мог принять это. И вследствие этого за один год у меня появилось посттравматическое стрессовое расстройство. Вот что я могу сказать тебе. Я могу сказать тебе, смотри, Аллах может наказать людей по-разному. И ты это прекрасно понимаешь. Ты можешь видеть, что психологическая травма или боль намного сильнее физической. Да. Вот почему палестинцы свободны. Люди думают, что они не свободны. Но они свободны внутри. Их души, они свободны внутри. Потому что для них есть огромная жизнь, есть судный день. Да. Которую для них представляет Аллах. Аллах защищает их. Но это то, чего израильские солдаты никогда не получат. Вот почему они будут бояться. Вот почему они боятся. Даже если бы у Хамаса не было бы оружия, они все равно будут его бояться. Да. Потому что они боятся смерти. А мусульмане не боятся смерти. Они боятся только Создателя. Но единственный способ спасти свою душу, это прийти к Аллаху, покаяться и принять ислам, и попытаться совершать добрые дела всю оставшуюся жизнь. Единственный способ получить прощение, это у Аллаха. Не у меня, не у какого-либо другого человека. Ты можешь пойти к любому врачу, тебе это не поможет. Единственный, кто может изменить твою жизнь, единственный, кто может принять твое покаяние, это Аллах. Он единственный, кто может простить тебя. И он единственный, кто может изменить твое сердце. Но единственный способ сделать это, принять ислам. Ты должен подчиниться Аллаху. Ты должен начать следовать учению ислама. Тебе нужно начать молиться. И тебе придется начать высказываться, потому что у тебя есть опыт. Ты был в армии. Ты должен говорить о своем собственном опыте. То, как ты делаешь это сейчас. Ты должен говорить о том, что на самом деле делает израильская армия этим людям, о которых ты говоришь. Мы делали ужасные вещи. Мы бросали в дома светошумовые гранаты и смеялись. Я могу рассказать тебе тысячи историй. Мне нужно, чтобы ты говорил об этих вещах. Потому что это важно. Чтобы люди увидели, потому что, знаешь, в средствах массовой информации распространяется много лжи. Знаешь, два года назад мое мнение начало меняться. И я почувствовал в своем сердце, что то, что я делаю, это неправильно. Это не по-человечески. Так поступает только дьявол. Вы не можете делать такие вещи. Однажды мы натравили на ребенка собаку, и ребенок описывался. И все мы смеялись, а мать плакала. Что я могу сказать? Я просто честен. Бог слышащий. Он все видит, и он все слышит. Но я хотел бы, чтобы Бог простил меня. Тогда я был молод, и не было никого, кому бы я мог прислушаться. В Аллахе, смотри. Двери ислама открыты. Двери прощения открыты Аллахом. Но они закроются только после твоей смерти. И мы не знаем, когда ты умрешь. Если ты хочешь, чтобы Аллах простил тебя, я сказал тебе путь. Что единственный способ, единственный способ, которым Аллах простит тебя, это покаяться в поступках, которые ты совершил, приняв ислам. И с этого момента старайся изо всех сил донести до людей, что происходит. Я потеряю всех своих друзей, если я стану мусульманином. Знаешь, что ты потеряешь, если не станешь мусульманином? Да. Первое – это твои здравомыслия. И второе – это твою загробную жизнь. Да, ты можешь притворяться. Слушай, ты можешь принимать лекарства, но какие бы лекарства ты не принял, они не излечат то, что ты видел. Они не лечат, брат, они просто заставляют меня заснуть. Вот что они делают. Ничто не вылечит это. Потому что люди не должны совершать такие действия. Я не знаю, как некоторые в армии делают такие вещи. Они делают эти действия и думают, что никаких последствий не будет. Брат, многие солдаты принимали наркотики, но в СМИ об этом не рассказывают. То есть они принимают наркотики, чтобы ничего не чувствовать, когда делают эти вещи. Да-да, мы принимали кланекс, вальюм, а иногда принимали кокаин. Так что, как-то так. Так что мы стали больше братьями, когда принимали наркотики. Слушай, ты в лучшем положении. Это намного лучше, чем если бы кто-то захотел стать мусульманином в Тель-Авиве. Или что-то в этом роде. Если он хочет стать мусульманином, ему есть о чем беспокоиться. Ты же, с другой стороны, находишься в стране, где у тебя не должно возникнуть проблем с этим, с принятием этого. Да-да. Если ты потеряешь друзей, ни у кого не может быть лучшего друга и лучшего защитника, чем Аллах. Да, но я просто боюсь. Я не хочу лгать. Если я пойду в мечеть и прочту шагаду, я хочу быть честным с ними и рассказать им свою историю. Тебе не обязательно произносить шагаду в мечете. Ты можешь сделать это прямо сейчас. Тебе не обязательно идти в мечеть. Мы можем сделать это прямо сейчас? Да, мы можем сделать это, если ты готов. Давай сделаем это, брат. Ты уверен? Да, давай сделаем это. Хорошо, сделаем это. Сначала мы сделаем это на английском, потом на арабском, иншаллах. Хорошо? Так что говори за мной. Я свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, я свидетельствую, что пророк Мухаммад, его слуга и посланник, мы сейчас скажем то же самое, но на арабском, иншаллах. И, о котором есть, Мухаммад, Расул, Аллах. Вот и все, брат. Тебе не обязательно нужно идти в мечеть. Тебе не нужно никому идти. Ты идешь к Создателю. Ты идешь к Создателю, который видит, как ты свидетельствуешь, потому что ты свидетельствуешь о Боге. Если ты говоришь, веришь в Аллаха, что Он единственный, кто засуян поклонения, и что пророк Мухаммад — его посланник, и ты веришь, что Коран от Бога, и ты веришь в пророков от Бога, и ты веришь, что тебе нужно делать добро в своей жизни. Если хочешь добиться покаяния, тебе нужно просить прощения у Аллаха. Вот что важно для нас. Отныне ты наш брат в исламе. То, что произошло в твоем прошлом, остается в прошлом. И послушай, я говорю это, потому что многие мусульмане... Ты знаешь какие-нибудь молитвы перед сном? Потому что у меня возникает много воспоминаний. Да-да, их много. Отправь мне свою информацию, иншаллах. Я отправлю мой адрес электронной почты в чат. Да, хорошо. Напиши свой адрес электронной почты, иншаллах. Хорошо, отправь мне электронную почту. Я попробую связаться с тобой. Хорошо, брат. Хотя, вместо того, чтобы отправлять свою электронную почту в чат, лучше, если я укажу свой адрес электронной почты. Ты напиши мне на него. Я просто не хочу, чтобы кто-то что-то писал тебе. Выложить в чат? Да, я выложу свою почту в чат. Чтобы кто-то другой не присылал тебе что-то нехорошее. Хорошо, это письмо. Можешь сделать скриншот? Да, я сделал скриншот. Хорошо. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Послушай, брат, вот что я хочу, чтобы ты понял. Слушай, сейчас ты мусульманин. С нашей точки зрения, если говорить о друзьях, то мусульмане открывают свои двери для всех. И я хочу, чтобы многие люди поняли это, и в том числе мусульмане. Мы не смотрим на чьё-то прошлое после того, как он принял ислам. Некоторые из подвижников пророка пытались его убить, прежде чем они приняли ислам. Они пытались лишить его жизни. Убить посланника Аллаха – это превосходит всё, что ты бы мог сделать. Да, я читал, что он прожил очень тяжёлую жизнь. Мухаммад, да богословит его Аллах и приветствует. И когда они приняли ислам, он сказал своим сподвижникам то же самое, что я собираюсь сказать тебе сейчас. Аллах прощает прошлые ошибки и грехи, которые вы совершили. Но ты должен изменить свою жизнь, брат. Ты должен поставить определённые принципы у себя в голове. Ты говорил о молитвах. Это хорошие вещи. Я пришлю тебе, иншаллах. Ты просто пришли мне свои данные по электронной почте. Я свяжу тебя с людьми. Я пришлю тебе молитвы, которые покажут тебе, как молиться и всё такое. Но то, что важно, тебе нужно изменить свою жизнь в правильном направлении. Делая это, ты сможешь изменить свою жизнь в правильном направлении. Ты можешь увидеть здесь. Да, да, я верю тебя, я знаю. Всё это медикаменты. Я говорю тебе, эти лекарства убивают тебя ещё больше. Вот что они делают. Потому что это психологическая проблема, с которой тебе придётся разобраться самостоятельно. Тебе нужно разобраться с этой проблемой. Тебе нужно понять, что то, что ты сделал, было неправильно. Тебе нужно искать прощения. Единственный, кто может изменить твоё сердце и увеличить твоё сердце, это Аллах. Брат, брат, мне страшно за то, что я сделал. Я боюсь, что Бог накажет меня. И это не только я. Всё больше людей выстает против сионизма. Брат Аллах сказал в Коране. Многим моим друзьям я посоветовал посмотреть тебя, потому что они тоже плохо себя чувствуют. И они видели вещи и делали вещи, не дай Бог. Они стреляли в людей и снайперки. Да. Я видел парня, бросающего камни, а его расстреливают и просто убивают на месте. Аллах говорит в Коране. Брат, я хочу, чтобы ты понял эту очень важную вещь. Аллах сказал. Аллах — это ар-рухмэн ар-рухим. Он самый прощающий и самый милосердный. Аллах говорит в Коране. Если мои слуги спросят тебя обо мне, я рядом. Написано ли в Коране о том, что наступят тяжелые времена для мусульман? Да, Аллах говорит нам во второй главе Корана, что мы непременно испытаем вас голодом, страхом и потерей людей. Он испытывает нас этими вещами. И на самом деле Аллах сказал, что люди, дети Израиля, отнимут у нас аля-аксу и будут чинить великое беззаконие. Все это написано в Коране, глава 17. Ты можешь прочитать это. Аллах сказал нам, что мы будем испытаны и будем страдать. И Аллах сказал, мы подвергли их испытанию злом и добром. Быть может, они вернутся на прямой путь, чтобы мы могли вернуться к Аллаху. Так что это не только, чтобы вы возвратились, но также и мусульмане. Потому что у Аллаха разные войны. И некоторые из этих войнов намного сильнее. Как страх. Он сильнее. Страх – это один из войнов Аллаха. У меня, брат, есть последний вопрос. Я пользуюсь приложением, оно называется «Муса». Это карта для поиска мусульманок для брака. Грех ли пользоваться такой картой? Извини. Что бы ты ни делал раньше, брат, не беспокойся об этом. Я знаю, ты говоришь о приложении для знакомства или что-то в этом роде. Да, это приложение очень проблемно. Но дело в том, что об этом не стоит беспокоиться. Это в прошлом. Не беспокойся об этом. Это не имеет большого значения, иншаллах. Это маленькая вещь. Я не могу поверить, что провозгласил шахаду. Это я не могу поверить, когда я добавлял тебя. Я думал, что буду говорить сионистом. Я даже не думал, что мы дойдем до этого. Но, субханаллах, это план Аллаха. Валлахи, это план Аллаха. И это странно. Я тоже в это верю. Потому что ничто не происходит без того, чтобы Бог позволил этому случиться. И это похоже на то, что мы, мусульмане, должны всегда это понимать, что прощение в руках Аллаха. Не мы решаем, кого прощать, а кого не прощать. Не мы те, кто решает, хорошо, ты сделал это в своем прошлом, поэтому тебе нет прощения. Это не в наших руках. Только Бог судья. Хорошо, брат. Отправь мне свои данные, иншаллах. Да, да. Отправь мне свои данные. Я буду поддерживать с тобой связь лично, иншаллах. Я добавил в чат свою электронную почту. Да, без проблем. Я вижу это в приватном чате. Я буду поддерживать с тобой связь, иншаллах. Хорошо, большое спасибо. Хорошего дня. Хорошо, брат. Спасибо. Пока, брат. Аллах, аззава чаллю, братья, ведет прямым путем, кого пожелает. Братья и сестры, Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. И да, нам нужно понять, что, знаете, это вещи, которых мы не видим. Это вещи, которые средства массовой информации никогда вам не покажут. Они никогда не покажут вам, что на самом деле происходит на психологическом уровне с этими солдатами. Потому что мы видели видео, мы видели, что происходит с палестинцами. Мы видели, какая резня происходит сегодня. И в конце концов, люди, которые устраивают эти массовые убийства, они все еще люди. У них есть психика. И на их психиков будут влиять действия, которые они совершают. Те вещи, которые они сделали с этими детьми. Это повлияет на них, независимо от того, хотят они этого или нет. И Аллах, аззава чаллю, может послать своих солдат разных типов. Будь то страх, будь то психологическая боль. Неважно, сколько лекарств ты примешь. Смотрите. Эту внутреннюю борьбу нельзя сравнить ни с чем физическим или внешним. Это гораздо больше, чем люди могут представить себе. И эти травмы будут. Потому что ты знаешь, что ты делаешь что-то не так. Это ведь дети. Вы пугаете детей. Какой смысл пугать ребенка? Как будто ребенок может сопротивляться тебе. И ты знаешь это в глубине души. И вы можете увидеть их лица. Вы можете увидеть выражение их лиц. Так что можете представить себе количество, потому что он говорил даже его друзья. Вы можете представить, какую психологическую травму получают эти солдаты из-за того, что они делают. И еще и из-за гробной жизни тоже. Аллах, аззава чаллю, позволил ему вернуться. Попросить прощения и попытаться исправить свою жизнь. Но многие люди не вернутся. И никто не может уйти от кары Аллаха. Делайте за него дуа, братья и сосры. Пусть Аллах направляет его к истине. Потому что в конце концов мы все еще люди. И он пожалел о содеянном. И я даже не знаю, что сказать, если честно.